Продолжение следует... 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 что ты успеешь. Удивительно, но это так. Это и с наслаждением. Человек спокоен, он не торопится. Мы сейчас нервничаем, по большому счету, многие, потому что мы не успеваем, мы торопимся. Человек начинает нервничать, он опаздывает, на него там кричат, ругаются, его тут ждут. Он с людьми договорился, он опаздывает, подвоит одних людей, и люди подвоят его. Он сидит, их ждет, нервничает. Все это связано с таким внутренним беспокойством человека. У него нет покоя. На сегодняшний день у человека нет покоя. Почему? Потому что этот бешеный ритм накладывает свои отпечатки. Он даже спит мало, потому что ему приходится какие-то дела делать ночью, а потом рано утром вставать, и он несколько часов поспал, все, вот этот бешеный ритм, бежать, 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 бежать. У Джаннати этого нет. Это наслаждение. Это уже наслаждение. Когда ты пришел, и не надо торопиться. Не надо думать, что в себе кушать, сготовить. Ой, время сейчас наступит, через два часа моя семья придет, надо их накормить. Надо пойти на базар купить им пять кило картошки. Надо, то она... Не надо. Все, ты свободен. Вот это свобода, это покой. Это и есть высшее наслаждение для верующего. Что ничего уже не надо. Ты никому ничего не должен, и тебе никто ничего не должен. Тебе не надо зарабатывать, тебе не надо торопиться, считать каждую минуту, потому что это превращается в рубль. И так далее, и так далее, и так далее. Это время, оно играет огромную роль. И поэтому Асмантали отдельно выделил. Там они не вкусят смерти после первой смерти. Он защитил их от мучения в аду. То есть, смерти не будет, значит, чего времени нет. У тебя бессмертие. Что такое бессмертие? Это вечность. У тебя вечность. И правок Саллаху, алейхи вассалям, сказал, что приведут смерть и зарежут. А для обитателя ада это еще один будет самый большой. Самое большое наказание. Но, нечего, про это мы поговорим, когда будем разбирать ад. И в хадисе Абу Хуай Ради Аллаху Анху сообщается, что правок Саллаху Алейхи вассалям сказал, «Вошедший в рай блаженствует и не бедствует. Его одежда не изнашивается, а молодость не проходит». Все. Одного этого хадиса достаточно для разумных людей. «Вошедший в рай не бедствует, блаженствует, говорит правок Саллаху Салям. Его одежда не изнашивается, а молодость не проходит. Самая ценная пора спросить у своих отцов или дедушек, что есть в жизни, это молодость. Человек здоров, он энергичный, он бегает. Какие-то, может, болячки есть, но они не так заметны. А вот когда проходит 10-20 лет, человек начинает стареть, эти маленькие болячки превращаются в огромные болячки. Он уже не может делать то, что раньше делал. Уже все, у него скрипит там, тут скрипит, у него хоть, может быть, и времени больше появилось, у него здоровья уже нет. У него нет желания, потому что он не может поднять. Человек опять кирпичей поднимал, сегодня, может быть, один еле-еле он поднимет. То есть молодость, это очень-очень такая пора, которую выделял посланник Аллаха, саллаху алихи и салям, сказал, что не сдвинется человек с места, день расчета пока не скажет, не отчитается о 4-х другом хадисе, о 5-х вещах, и среди них перечислен молодость, которая нам дается. И вот по этому другому хадису он говорит, что молодость не исчезнет. Люди будут молодые. Аллаху алим говорит, что у них возраст будет 33 года. Хотя некоторые ученые с этим не согласны, Аллаху алим, но приходит то, что возраст людей будет 33 года. Почему 33 года возраст алихи и салям, потому что к этому возрасту 33 года у людей уже набирается разум, и еще есть сила, и еще есть молодость. Вот это сочетается два качества. И человек начинает на пути Аллаха стараться побольше делать хорошее дело. Он уже понимает, что есть зло, а что добро. И у него еще есть силы для выполнения хороших дел. И одежда даже, пророксусу алим подчеркнула, одежда не будет изнашиваться. Не надо беспокоиться ни о чем. Небо одежды, ни о еде, покой. Никуда не торопишься. Альхамдулля, ты уже успел. У тебя уже есть успех. Ты будешь наслаждаться вечно. Это никогда не наскучит. Вот такое место для нас приготовил Аллах спонталя. Для нас приготовил Аллах спонталя. Конечно, мы должны туда стремиться. Аллаху алим, я думаю, в этом вопросе даже уговаривать не надо человека. Каждый должен сам понимать. Но как часто видишь, что человек говорит, да, я понимаю, но в жизни он делает все по-другому. Все по-другому делает. И как нас будет Аллах судить? Аллаху алим. Поэтому и мы говорим, что только по милости, а не по нашим делам. Потому что наши дела настолько несовершенны. Настолько несовершенны. И Аллах спонталя по своей милости ведет Джанна, кого захочет. И смотрите, как Аллах Сфантали обращается к людям в своей книге в священном Куране. «Вам дано быть здоровыми, и вы никогда не заболеете». Это обращается он к тем, которые войдут в Джанна, обитателям рая. «Вам дано быть здоровыми, и вы никогда не заболеете. Вам дано жить, и вы никогда не умрете. Вам дано быть молодыми, и вы никогда не состаритесь. Вам дано блаженствовать, и вы никогда не будете горевать». Об этом сказал могучий и великий Аллах. Им будет возвещено, вот рай, которого вы наследовали за то, что совершали. Сураль Араф, 43-й аят. Это, вернее, посланник Аллаху сказал, а потом привел аят из книги Аллаха. Вот рай, которого вы наследовали за то, что совершали. То есть человек будет здоров и никогда не заболеет. Сегодня столько проблем из-за болезни. Такие проблемы выходят, болезни, которые никогда мы раньше не слышали. Это тоже есть предзнаменование конца света. Пророксаллаху алейхи вассалям сказал, в конце времен появятся такие болезни, о которых вы раньше и не знали. Вот сейчас столько болячек выходит, которые ученые даже не знают, с какого бока подойти, как их лечить. Это столько проблем доставляет. И Пророксаллаху сказал, что вы будете здоровы и вы не будете болеть. Вы никогда не заболеете. Вам дано жить и вы никогда не умрете. Вам дано быть молодыми и вы никогда не состаритесь. Вам дано блаженствовать и вы никогда не будете горевать. Давайте посмотрим описание рая. Перейдем, иншаллах, к описанию рая. Рай, конечно, бесподобен. Вчера я уже про это говорил. Сложно говорить о той вещи, которую ты не видел, которую ты не слышал, как подобает. Наш язык, он бедный. Любой язык, взять русский, арабский, любой-любой язык, на котором мы разговариваем, он бедный. Он не подойдет для того, чтобы описать полностью рай. И как описывает его уляма. Это сверкающий свет и колеблющиеся травы. Возведенные дворцы и бегущие ручьи. Спелые фрукты и распрекрасные красивые жены. А также многочисленное убранство в вечном месте. В блаженстве и блеске. Высокой, причистой и блистательной обители. Вот так приблизительно можно описать рай. Приблизительно можно представить себе, что же это такое место. Сверкающий свет и колышущие травы. Уже прям чувствуешь, как ветерок дует и свет сверкает. Такое место, куда хочется. Пойти прямо сейчас, если была возможность, мы точно бы знали, что нас туда пустят, нас ждут. Я думаю, каждый из нас согласился бы сейчас прямо пойти туда. Но нет у нас уверенности, что мы достоины джанаты. И поэтому мы хотим еще время какое-то, чтобы побольше совершить хороших дел. И когда сподвижники посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, спросили его о домах в раю, он описал их удивительным образом. Он сказал, там кирпичи из золота и серебра, раствор благоухающий мускус, щебень, жемчуг и яхант, а земля шафран. Вошедший туда блаженствует и не бедствует. Живет вечно и не умирает. Его одежда не изнашивается, а молодость не проходит. И хадис передавал имам Ахмад от Тирми Зияддарими. И это хадис Сахих. И Аллах сказал, взглянув же, ты увидишь там благодать и великую власть. Алинсан, 20 аят. И, конечно, который блага Аллах скрыл от нас, мы не можем даже постичь их разумом. И в Сахихе приводится рассказ Абу Хурайра о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал. Аллах сказал, я приготовил для моих правильных рабов то, чего не видели глаза, не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Вот это особенно, вот Аллах так сказал, никто так не может сказать. О чем даже не помышляла человеческая душа. Сейчас спроси, что-то душа хочет, там то, 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 то будет говорить из того, о чем он знает. Если вот для этого наш дедушек, да, если бы у него спросили у дедушки, что ты хочешь, он сказал, хорошего коня хочу, там, и телегу какую-нибудь крепкую. Но что он не знал, что машина есть, что есть сотовый телефон, и компьютер, ему это сто лет не надо было, он тоже не знал про такие вещи. Как он будет говорить о том, чего он не знает. А сейчас, конечно, ну телефон это удобно, понятно, работа, там, семья и так далее. Нужно пользоваться благами Аллаха, никто говорит, что не нужно, нужно. Раз Аллах дает, надо пользоваться. Но это пример того, что даже еще два поколения назад люди не знали, какие удобства или новшества будут сейчас. И мы не знаем, что будет, возможно, через 50 лет. А как же мы должны знать о том, что Аллах приготовил нам в раю? Если даже в этой жизни 50 лет, что такое? Как жизнь изменяется? И мы не можем знать. Мы бы сейчас хотели бы просить, но мы не можем знать. И Аллах про это говорит. О чем даже не помышляла человеческая душа? Какие блага он для нас приготовил? И праук саллаху алейкум ассалям даже дальше говорит. Если хотите, то прочтите. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них. Ас-сажда, 17 аят. Ни один человек не знает, что Аллах спонталья приготовил для него. Аллах в Ране про это говорит. И у рая есть ворота, через которые туда входят верующие и ангелы. И Аллах спонталья про это говорит. Праведникам уготованы сады джанната. Врата которых будут раскрываться перед ними. Сурасот, 50 аят. И ангелы будут входить к ним через любые ворота. Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель. То есть джаннат, как он прекрасен. Сурарат, 23 аят. И Аллах спонталья сообщил, что эти ворота раскроются, когда верующие подойдут к краю. Ангелы будут встречать их приветствиями. Поздравляя с благополучным прибытием. И говорит. Когда они приблизятся, и у ворота джанната распахнутся, его стражники скажут им. Мир вам. Вы были хороши. Входите же сюда навечно. Ас-Зумар, 73 аят. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что ворота джаннат раскрываются каждый месяц Рамадан. Каждый месяц Рамадан раскрываются ворота рая. Их всего 8. А ворота ада закрываются. И из них есть ворота, которые называются Ар-Раян. Это для тех, которые держали пост. Вот, аль-хамду лилля, мы недавно продержали пост. Мы надеемся, что Аллах спонталья примет и ведет нас через эти ворота Ар-Раян. И в обуви Сахиха приводит рассказ Сахли ибн Саада о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, У рая 8 ворот, и одно из них называется Ар-Раян. Через него войдут туда только те, кто постился. И наряду с теми, кто постился, есть ворота, кто дает садака. Ворота, кто совершает борьбу на пути Аллаха. И много-много-много других ворот. И в хадисе Пермин Аль-Бухари и Муслиму со слова Бухарари сообщается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, Кто расходовал на пути Аллаха золото и серебро из своего имущества, того позовут через ворот рая. А у рая есть ворота. Того, кто много совершал намаз, позовут через ворота намаза. Того, кто много раздавал милостыню, через ворота милостыни. Того, кто участвовал в джихаде, позовут через ворота джихада. А тот, кто много постился, через ворота рая. И тут Ау-Бакр, ради Аллаха, сказал, Клюнусь Аллахом, те, кого позовут через любые из этих ворот, ни в чем не будут нуждаться. Но, о посланник Аллаха, найдутся ли такие, кого позовут через все эти ворота? И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, Да, и я надеюсь, что ты один из них. То есть указал, что Ау-Бакра будут звать через все эти восемь ворот, и он зайдет через те, которые пожелает, аль-хамду-ли-ля. Аль-хамду-ля, и я прошу Аллаха, чтобы и нас запустили через те ворота, которые мы пожелаем. И слов посланника Аллаха, следует, что кто расходовал золото и серебро, того позовут через каждые эти ворота. Потому что золото и серебро являются тем средством, которое приближает. Даже если ты не можешь участвовать в борьбе на пути Аллаха, ты стережаешь воина, который защищает религию Аллаха, защищает твою страну. И так было в ревна посланника Аллаха, когда люди не могли принять участие в походе, но снаряжали воина, снаряжали караваны, отдавали лошадей, верблюдов оружие. И Пророк Саусалям говорил, кто снарядит воина, кого-то бы сам принял участие. То есть опять посредством своего имущества. И вспомним такой пример, когда Омар Бляхаттаб хотел опередить Ау-Бакра, принес половину своего состояния. Ау-Бакр что сделал? Принес все свое состояние. И Омар Бляхаттаб понял, что ему никогда не опередить Ау-Бакра. Аллах открывал его сердце. Вот это состояние будет для Ау-Бакра, конечно, его выкупом. И также посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сообщил, что если человек исправно совершает омовение, тахарат, именно про омовение здесь говорится, а потом поднимает взор к небу и говорит, я свидетельствую, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха. И дальше посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорит, то для него раскроются все восемь ворот рая. И он сможет войти через любые из них по своему усмотрению. Но это не надо обольщаться. Ага, пошел омовение сделал, сказал шахаду, все, я буду сидеть, потолок плевать. Нет, потому что тема шахада, это отдельно, мы уже много разбирали, иншаллах тоже снова повторим, чтобы люди не заблуждались. Сегодня молодежь особенно думает, а сказал ля-иляхи ля-ллах, все, у него крылья выросли спиной. У ля-иляхи ля-ллах есть свои условия, которые обязательно нужно соблюдать. А в эти условия входят и намаз, и закя, и ураза, и хач, все туда входит. Ты обязан все это делать. Вот тогда ты подтверждаешь свои слова, ашаду аля-иляхи ля-ллах. А как ты это будешь делать? Как ты будешь совершать намаз, пост держать? Как ты будешь совершать хач, как ты будешь платить закя? Вот это уже вторая половинка условий. Потому что только Мухаммад, Расуль-уллах, научил тебя, как делать это правильно. Если это ты делаешь правильно в соответствии с суммой, тогда ты подтверждаешь вторые условия. Видите, как тут все непросто. Поэтому не надо думать, что сказал все это. Нет. Первым ты подтверждаешь, ты соглашаешься тем, с чем обязал тебя Аллах. Обязал тебе Аллах пять столпов ислама. Ты берешь их на себя. А вот как их выполнять? Ты соглашаешься со вторым условием шахада. Следовать за посланником Аллаха саллаху алейхи вассалям. Другого пути нет. Если ты будешь совершать намаз или хач, как ты захочешь, как тебе в голову придет, от тебя не будет принято. От тебя не будет принято, и ты не подтвердишь условия шахада. И тогда, естественно, тебя не через какие ворота рая не позовут. Более того, ты будешь наказан. И приводится хадис, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал. Этот же тоже хадис, только другим ревоятам. Если кто-либо из вас совершит омовение надлежащим образом, а затем скажет, ашаду аля илях иляллах, ашаду ана Мухаммада амдуху и арасулюллах, то перед ним раскроются восемь райских ворот, и он сможет войти через любые из них. И посланник Аллаху алейхи вассалям также сообщил, что мусульмане, которым не будет представлен расчет. Мы вчера их разбирали, люди, которые не будут отвечать перед Аллахом. Мы сказали 70 тысяч, а потом за каждую тысячу еще 70 тысяч, и три пригорщины Аллаха спонтали. Сколько три пригорщины, Аллах знает. Я думаю, что это очень-очень много. И вот эти люди, которые не будут, мы сказали, какие условия должны они соблюдать, чтобы попасть в эту категорию. Ну, иншалла, кто слышал, повторяться не будем. И вот эти люди войдут через особые ворота, которые не будут отвечать перед Аллахом. У них будет особые ворота в джаннате, то есть правые ворота. И пророк Саллаху алейхи вассалям сказал, они войдут в рай через особые ворота, приготовленные для них. Самые правые ворота рая. Остальные мусульмане войдут через остальные ворота, с последовательной других общин. То есть и другие общины будут вместе с мусульманами входить через эти ворота. А те, которые не будут держать отчет перед Аллахом, они войдут через определенные специальные ворота. И приводят Аль-Бухари мусульмам со слову Хурайра хадис о заступничестве. Его мы тоже разбирали. Ом Мухаммад, Аллах скажет им, Ом Мухаммад, выведите тех из твоих последователей, которые не будет представлен счет через правые ворота. А через другие ворота они войдут вместе с остальными людьми. То есть выведите из общей уммы, из общей массы, тех из твоей уммы, у кого не будет расчета. Они войдут через правые ворота. Остальные, твой джамат, твои умы, войдут через остальные ворота с другими последователями, с другой общины. И говорится, какой величины будут ворота Джанната. И говорится, что это расстояние от Мекки до Хаджира или от Мекки до Бусры. И говорится, клянусь тем, чьей длани душа Мухаммада, расстояние между створками райских ворот равно расстоянию между Меккой и Хаджиром или Меккой и Бусрой. Но это очень далеко, сколько километров примерно я не знаю, но этого достаточно, чтобы представить, насколько будут огромные эти ворота. А в другом хадисе приходит, что Абу Хуай рассказал о том, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям передал нам. Когда наступает месяц Рамадан, раскрываются ворота на небе, раскрываются ворота рая и запираются ворота огня. И говорится о том, что расстояние, вот эти ворота, их величина, 40 лет пути. Ахмад передает в Муснаде и Абу Нуэйм, аль-Хили аля Аулия, передали со слов Хакима и Муавии, что его отец рассказал со слов посланника Аллаха. Поистине расстояние между створками ворот в раю равно 40 годам пути, но настанет день, когда оно будет переполнено. Представляете, 40 лет пути. А во многих хадисах посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям измерял года пути полетами птицы. То есть птица сколько летит, вот это и есть год пути. То есть насколько это великое расстояние, чтобы 40 лет птица летела, и оно будет переполнено. Люди будут туда толпиться, так что это 40 лет пути будет переполнено. Огромное расстояние, и оно будет переполнено. Также Муслим и Ахмад передали со словом Удба и Бен Азвана. Нам было сказано, что расстояние между створками ворот в раю равно 40 годам пути. Но настанет день, когда оно будет переполнено толпами, так же, как толпятся жаждущие верблюды в водопое. Когда верблюды пить хотят, они толпятся, толкают друг друга так же. Люди будут переполнять вот эти ворота, чтобы быстрее зайти в джаннат. И в джаннате, ахамду лилля, есть разные ступени, есть разные дораджаты. И рай состоит из этих ступеней, из разных дораджатов. И очень много путей, которые человек может в этом мире заработать для того, чтобы поднять свои дораджаты, подняться на следующую ступень. И Аллах Сфантали сказал, а тем, кто явится к нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени. Совершив праведные деяния, те деяния, которым доволен Аллах Сфантали, уготованы высшие ступени. Но здесь опять снова приходит деяние, то есть дела Без дел, я постоянно это себе говорю и вам Братья и сестры, я говорю, что без дел Невозможно отслужить довольство Аллаха Невозможно подняться на ступени Говорить ты можешь много, долго и красиво Но если не будет дел, ты не будешь что-то стараться делать Каким-то образом жертвовать своим временем Своим имуществом, своими силами Что-то делать на пути Аллаха, у тебя не будет дел И как же ты поднимешься? Аллах Сфанталия говорит, деяние, деяние Совершив праведное деяние, ему готовы высшие ступени Суратаха, 75 аят И объясняя этот вопрос, шейх Улислам Ибн Тайми Рахимула сказал, рай состоит из ступени Между которыми есть большие различия И приближенные к Аллаху богобоязненные верующие Займут эти ступени в зависимости от их веры и богобоязненности И дальше он приводит слова Аллаха Сфанталия Если кто вас желает в приходящей жизни То мы тотчас одарим тем, что пожелаем Того, кого пожелаем А потом мы представим ему гиену, то есть огонь Где он будет гореть презренным и отверженным А если кто возлюбит последнюю жизнь И устремится к ней надлежащим образом Будучи верующим То его старания будут отблагодарены Каждого из тех и других мы наделяем дарами твоего Господа И дары его не являются запрещенными Посмотри, как одним из них мы отдали предпочтение перед другими Но последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу Сурали Цра, 18-21 аят То есть Аллах Сфанталия говорит, если кто хочет это дуне Мы дадим ему дуне Если человек стремится только к этой дуне И работает, старается только ради этой дуне Он получит здесь богатство У него будет власть, положение и так далее Но потом он получит джахнам Но если человек стремится к ахира Стремится к довольству Аллах Сфанталия Аллах Сфанталия даст как и здесь, так и там И это последняя жизнь лучше Аллах Сфанталия говорит, мы даем и тем, и другим Да, поэтому этот аят отвечает на вопрос Многие брать из этого такой вопрос Ну как же так, вот намаз мы читаем, мы ходим Это, конечно, когда иман слабый, еще нет понимания религии Такие мысли в голову приходят А вот живут немусульмане Или же мусульмане, которые называются мусульманами Не ходят в мечеть, не читают намаз И они на джипах ездят У них большие дома и так далее и тому подобное Это тебе вот Аллах отвечает в этом аяте Этот человек стремится только к этой дуне Он стремится, работает и так далее Там старается ради дуни, что-то делает В обход всех законов Аллаха Какие-то аферистические операции Продает харам, лезет харам, берет риба, дает риба И многое-многое что делать, что запрещено Аллахом То есть он стремится к дуне И Аллах ему дает Аллах дает эту дуне, но это временно Аллах же говорит в этом аяте А дальше мы дадим им огонь ада Гиену, чаханнам дадим А тот, кто стремится к джаннату Он многие-многие вещи с этой дуни оставляет Потому что к нам часто приходят такие вещи Которые соблазняют нас Может быть вот так сделать, а может быть вот так сделать И вроде бы копейка появится И человек уже начинает сомневаться Ну у меня денег не хватает Один раз сделаю, один раз можно Вот с этого одного раза и начинается С этого одного раза начинается твое не поднятие, а падение Твое падение Один раз проявишь слабость, все Второй раз будет сложнее Второй раз будет два раза сложнее сказать нет, чем первый раз Третий раз, три раза сложнее И у тебя будет с каждым разом твой имон таять Сила твоя уходить И больше у тебя будет любовь к дуне Если ты скажешь нет, все, у тебя Ямана укрепится, и дальше тебе будет еще легче. Это как скоростя в машине. Самая сильная скорость в машине, все знают, это первая скорость. Почему? Потому что она делает толчок в машине, машина набирает скорость, а потом уже вторая, третья, четвертая, четвертая, пятая, шестая, они самые слабые, потому что машина уже, у нее разгон есть, она быстро движется, и ты просто поставил на скорость, а дальше летит, там проблем нет. А вот машину с места сдвинуть, которая весит тонну или две, если большие машины, это нужна сильная, мощная скорость, и это первая скорость. Вот так же и человек, когда он говорит «нет» вначале, ему бывает очень тяжело, потому что надо свой нафс подвинуть, надо нафс подвинуть, а иман возвысить, надо его подкормить. Потом, когда у тебя иман начинает расти, тебе уже легче, ты можешь вторую включить скорость, потом третью и так далее, у тебя будет иман уже расти, а нафс от тебя будет все дальше и дальше в асвасе шайтана. Вначале поэтому тяжело, и Аллах смотали говорит, если они возлюбят этот дунья и будут плыть по этому течению, мы дадим им, но потом дадим им джаханнам. Но если они возлюбят Ахират и будут ради Ахирата стараться, мы дадим им джаханнам, и последняя жизнь намного лучше. И шейх Улислава Абонтами дальше говорит, и Аллах смотали разъяснилось, что различий между людьми в последней жизни будут больше, чем различий между ними в этом мире. Человек, например, сейчас какой-то там, ну президент, да, кто-то там внизу там, какой-то работяга простой, да, различий есть, вроде бы тот большой начальник, этот маленький, но в Ахирате может поменяться. И между ними будет еще больше разницы, чем в этом мире. Этот, кто был работяга, вроде бы простой человек, он будет на такой высоте, а этот большой начальник будет на такой глубине, что между ними будет огромное расстояние. Даже представить себе нельзя, насколько будет большое развлечение между ними. Об этом говорит шейх Улислава Абонтамии. И даже между пророками тоже будут различия, как и между остальными верующими рабами. И Аллах смотали говорит, таковы посланники. Одним из них мы отдали предпочтение перед другими, то есть одни предпочтения, одни выше. И мы знаем, есть пятеро сильных духом посланников, да, это Нух, Ибрагим, Муса, Иса и Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. И они стоят выше, чем остальные посланники. И Аллах дальше продолжает. Среди них были такие, с кем говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил до степеней. И дальше Аллах говорит, мы даровали Айсея Ибн Мариям ясные знамения и поддержали его Джибраилем, то есть Святой Дух Джибраилем, алейхи вассалям. Сураль Бакра, 253 аят. И в другом аяте Аллах говорит, одним пророкам мы отдали предпочтение над другими. То есть одни будут выше, чем другие, даже пророки. Даже пророки, посланники Аллаха, они будут выше, чем подобные им пророки. А Дауду мы даровали псалтер, алейхи вассалям, 55 аят. И пророк, саллаху алейхи вассалям, показал нам эту разницу, даже в этом мире. Приводится хадис, имам Муслим и Аль-Бухари приводят хадис, а слава Бухурайры ради Аллаха, а нау-ану, о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Сильные верующие лучше и больше любим Аллахом, чем слабые верующие, но в каждом из них есть благо». Дальше пророк говорит, будь упорным в том, что приносит пользу. Иногда, да, у нас настроения нет силы, оставляю и так далее, хочется все оставить, все это как бы, уже человек теряет тебя. Но Аллах говорит через своего пророка, саллаху алейхи вассалям, потому что пророк от себя ничего не говорил. Будь упорным в том, что приносит тебе благо. И спрашивай помощью Аллаха. И ни в коем случае не сдавайся. Ни в коем случае не сдавайся. Если же с тобой что-то случилось, то не говори. Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то. Почему? Потому что, когда человек говорит «если», тогда открывается дорога, не дверь, а дорога для шайтана. Потому что слово «если» — это уже вопрос о гайп, в скрытом мире. Мы не знаем, что было бы, если бы оно было. Когда человек говорит «если бы я пошел туда, было бы так». Ты знаешь, что было бы? Это уже совсем другая реальность. Это совсем другой мир. Это скрытый мир гайп. И Аллах знает только о том, что было бы, если бы ты пошел туда. Поэтому это дорога для шайтана. Ты ни в коем случае не можешь знать. И человек подает ширк. То есть он уже думает, что он знает о сокровенном. О том, что могло бы быть. О том, что могло бы быть или в прошлом, или в будущем. Но об этом знает только Аллах. Поэтому говорить «если» — нельзя. «если» — это для нас запрещено. И дальше пророк Саллаху Алейхи Васалям продолжает. «Скажи лишь, так предопределил Аллах. И он поступил так, как пожелал». И дальше он говорит «поскольку, если бы представляет возможность, кознем шайтана открывает для него дорогу». И в другом хадисе пророк Саллаху Алейхи Васалям сказал, «как удивительно положение верующего». Если к нему приходит благо, он говорит «альхамду лилля», ему записывается одна награда. Если его постигает что-то из несчастья, он говорит «альхамду лилля», ему две награды записываются. В любом случае верующий человек не останется без награды, если он искренне стремился к Аллаху Сфанаталя. Поэтому надо быть уборными в нашем деле. А наше дело какое? Мы говорили о том, что пророк Саллаху Алейхи Васалям посмотрит и увидит таких пророков, которые придут с ними пять человек, десять человек, которые придут одни. Пророк один. И он скажет «это есть Джамат». Один человек, и он Джамат. И каждый из сахабов был Джаматом. Почему? Потому что он был на том, на чем был постанник Аллаха Саллаху Алейхи Васалям. И если ты смотришь, что ты на том, что был постанник Аллаха Саллаху Алейхи Васалям и его сахабы, ты уже Джамат. Ты уже Джамат. Не надо смотреть на большинство. Сейчас большинство стоит на базаре, обманывает людей, пьет, гуляет и так далее, которые называют себя мусульманами. В каждом народе таких большинствов. И мы не должны на них смотреть, потому что они пропащие. Они пропащие. А мы, хоть нас и мало, и православный Салям говорил про это, что будут хураба чужие, в начале и в конце, но тем не менее, именно они заслуживают Джанат. Именно они заслуживают Джанат. И Аллах Сфантали сказал, не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой. Смотрите, какой аят тоже со смыслом. Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой. Мы знаем, была победа над Меккой, день Фат, когда православный Салям взял Мекку. И вот Аллах говорит, уже люди не сравнятся, уже в то время не могли сравниться. Да, принимали ислам толпами, да, приходили, связывались с православным Салямом об исламе и так далее, Но они уже не могут сравниться с теми, кто был мусульманином до завоевания Мекки. Это, мы знаем, и четыре праведных халифа, и Аубакр, и Омар, и Али, и Усман, и так далее. Почему? Потому что им было тяжело. Они сражались на пути Аллаха, они давали свое имущество, когда еще никакого государства, никакой силы, мощи и власти не было у мусульман. Они были унижены, слабы, и мы с вами разбирали сиру, и поэтому эти люди не сравнятся. Уже степени есть, да раджат есть. У тех, кто принял Ислам до Фатха, до побед над Меккой, у них дорожат степени выше, чем у тех, кто после победы принял. Почему? Потому что легче стало. Ты видишь войско, ты видишь мощь, та, которая вместе с проком, с Аллаху, алейхиусалям, и ты хочешь быть с ним, конечно, когда сильный человек, тебе хочется быть с ним. А вот когда ты сам, слабый, тебе тяжело, вот тут проявить терпение, стиснуть зубы и не поддаваться, вот это сложно. И поэтому, конечно, эти люди не сравнятся. И Аллах про это говорит. Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой. Эти выше степенью, чем те, которые расходовались, сражались после этого. Но каждому из них обещал Аллах наилучее. Сураль Хабид, 10 аят. Аллах спадаль уже разделил. Те, которые успели до победы над Меккой, они получат высшую степень в раю. Иншаллах, и те, которые после этого приняли ислам и были искренними мусульманами, сражались на пути Аллаха и использовали свои имущества, им тоже будет джанат. Но у тех первых будет выше. У тех первых будет выше, а значит наслаждение намного больше. Это сейчас мы, может быть, не понимаем, но думают многие. Да мне какая разница? Мне бы вот зайти через калитку джанат и вот около стенки сесть. Это неправильно. Пророк Саллаху Алейхи Васалям сказал, если просите, просите фирдаус. Самую высшую степень. Потому что не сравнится первая, вторая, третья степень. Такое наслаждение не сравнится для человека. Не сравнится. И он будет, возможно, даже жалеет о том, что он не сделал больше дел, чтобы не подняться степенью. Мы сейчас об этом дойдем, как будут люди видеть тех, кто выше степенями, иншаллах. И Аллах спонталя дальше говорит, те из верующих, которые отсиживаются, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, кроме тех, кто испытывает тяготы. Аллах возвысил тех, которые сражаются своими имуществами и своими душами над теми, которые отсиживаются на целую ступень. Но каждому из них Аллах обещал наилучшие, то есть джанна. Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися благодаря великой награде, ступеням от Него, прощению и милости. И Аллах прощающий, милосердный. Суран Ниса, 95-96 аят. И Аллах спонталя уже говорит, что Он возвысил степенами теми, что просто одни сидят, ничего не делают, а другие сражают своим имуществом, своими душами на пути Аллаха. Ты жертвуешь. Сначала он всем себя должен победить. Свои имущества на пути Аллаха пожертвовать. Не жадничать. Делать что-то на пути Аллаха. Делать. Дела должны быть. Деяния. Сейчас, к сожалению, даже тут и видишь, когда вопрос заходит о деньгах, сердца мусульман становятся как камень твердые. И очень мало тех, которые могут этот вопрос решить положительно в свою сторону. Даже если для мечей, тут сколько мы просим, ходим, говорим, делаете, когда даже работают люди, говоришь, подешевле-то рубль-два, начинают возмущаться, спорить. Я уже это каждого почти заметил. Хотя в другом месте, возможно, если был какой-то начальник, от которого он зависел, ему надо было документы сделать, паспорт, то-то-то, он бы ему, может, и бесплатно сделал. А для мечети рубль-два скинуть нет. Вот это, к сожалению, есть твердость. Хотя один брат, вот здесь вот его сейчас нет, а он месяц Рамадан сказал мне хорошую вещь. У нас в Таджикистане, говорит, никогда не слышал, он же пожилой человек, чтобы люди работали в мечети, за эти деньги получали. Рядом несколько молодых сидел ребят, кто здесь работали, они встали и ушли оттуда. Это я видел лично сам в месяц Рамадан, потому что им стало стыдно. Он говорит, никогда мы не слышали, а если даже мы приходили в мечеть, мы работали ради Аллаха, мы никогда деньги не брали. И действительно, потому что это дом Аллаха. Я не говорю, что человек должен бесплатно работать. Он тратит свое время, ему надо кормить свою семью. Все по возможности, но по возможности не надо быть жадным. Я вот про это говорю. Ты должен зарабатывать себе что-то и на тот свет. Надо сердца, чтобы были мягче. Об этом речь. Только об этом речь, а не то, что давай делай бесплатно, ты обязан. Нет, никто не обязан. Никто не может судить. Сделал хорошо, получил деньги, альхамдуллях, ты все равно заработаешь награду. Конечно, заработаешь. Ты же ради Аллаха делал, ты старался. Но кто сделал это еще и просто ради Аллаха полностью, он, конечно, степенью у него, дараджат, будет намного выше. Вот даже здесь видно, что степенью они будут выше. И в другом аяте Аллах Сфантали говорит, неужели утоление жажды паломника, то есть когда хачи люди ездят, и люди их поят. И Аллах про это говорит, неужели утоление жажды паломника и содержание заповедной мечети, мечети Аль-Харам, вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в последний день не сражался на его пути. То есть то, что ты поешь людей и смотришь за мечети Аль-Харам, это не одинаково, когда ты своим имуществом, своими душами сражаешься на пути Аллаха. И дальше Аллах говорит, они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Те, которые уверовали, совершали переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, занимают более великую ступень перед Аллахом. Они и есть преуспевшие. Аллах обрадует их вестью о своей милости, своем довольстве и райских садах, в которых им уготовано вечное блаженство, и они пребудут в нем вечно. Воистину Аллах вознаграждает великой наградой. Сурат Тауба, 19-22 аяты. То есть Диане, да, поить паломника хорошо, да, смотреть за мечетью хорошо, но поднимать шариат, отдавать, что ты можешь, ради Аллаха, это намного выше, намного выше. Аллах про это и говорит. И в другом аяте Аллах смотали говорит, неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая нит, делая сажда перед Аллахом, страшась последней жизни и надеясь на милость твоего Господа, равен неверующему. Скажи, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают? Воистину поминают назидание, только обладающие разумом. Сурат Зумар, 9 аят. То есть сейчас, на сегодняшний день, в Аллахе очень мало тех, кто ночью встает на тахаджуд. Самая сложная молитва для человека – это тахаджуд. Многие фаджир не могут встать, про тахаджуд вообще уже молчим. Тахаджуд – это та молитва, которая к тебе приближает к Аллах смотали. И Аллах про это говорит. Неужели равны те, кто смиренно стоит ночью, делает сажда, страшась последней жизни перед Аллахом, и те, которые не веруют? Как можно их сравнить? Человек оторвался от постели и делает сажда перед Аллахом. Ну и просто путь облегченный. Можно просто за полчаса, за час до наступления времени фаджир встать, совершить тахаджуд, совершить витр, и потом, когда через 15 минут, может быть, наступит фаджр, вот ты успел. Вот ты успел совершить тахаджуд, совершить витр, и потом еще и фаджр ты не проспал. Можно вот так делать, будильник пораньше ставить и пораньше ложиться спать. Если уже ты ночью чем-то занимаешься, то это будет польза. Не просматривай какие-то, аузабеля, не знаю, этот шайтан-ящик, который дома стоит у нас, телевизор, который от него, от которого все зло. Когда его уберешь, в Аллахе как спокойно. Голова вообще не болит. Первое время, конечно, тяжело, а потом забываешь. У многих дома есть, своих детей приучают, оправдывают всем, что мы новости смотрим. Тебе новости кто говорит? Кто тебе новость сообщает? Там тебя называют исламисты, фундаменталисты, так, так, так. Мусульмане как только не оскорбляют. Разве тебе мусульманицы новость сообщают? Не мусульмане. Ты это все кушаешь, твои дети кушают, ладно, ты фильтруешь. А твоя жена уже не фильтрует, твоя мама не фильтрует, твои дети не фильтруют. И вот этот яд попадает в них и начинает у них разлагаться душа и сердце. Какая польза от этого? Никакой. Нужны тебе новости? Ну, посмотри в компьютере в интернете. Набери. Позвони своему брату, другу какого-нибудь доверенному. И у него спроси, что хорошее за телевизор? Даже эта ведущая сидит, ее вид уже некрасивый. И твои дети к этому приучаются. А где новости, там и сериалы пойдут, там и в передачи оправдываются. Мы хотим смотреть здоровье. Мы хотим смотреть. А ты изучи медицину посланника Аллаха с Аллаху алейхи вассалям. Ты ноль. Посланник Аллаху алейхи вассалям столько осталось в медицине, столько он оставил вещей, которые помогают действительно человеку. Ты слушаешь его, который он не знает. На одном канале одну и ту же болезнь и эту проблему изучает. Один говорит, вот такое решение, вот такой рецепт. Говорит, вот так надо сделать точно, там морковку в нос тебе заснуть нужно. А на другом канале совсем по-другому говорит. Не в нос, а в ухо надо заснуть. Тебе скажешь морковку. И кого ты будешь слушать? Куда будешь морковку себе сувать? Вот об этом мы говорим. Люди вообще с этим ящиком с ума сходят. И потом затягивают, затягивают, но шайтан открывает дорогу. Шайтан открывает дорогу. И человек заходит в сериалы, ночные фильмы. И потом у него уже глаза не работают. Ага, но фильм надо посмотреть. Это же интересный этот фильм. Такой, такой, сикой. Все, он залез. Фаджер. Какой Фаджер? Какой Фаджер? Ты что, он только лег спать? Он даже если встанет, он ничего не соображает. Ему спички засунем, он ничего не соображает будет. Из-под него просто не вытащил, он будет спать. Прятая ходит уже молчим. И все из-за одного телевизора. И пророк Саллаху, алейкум ва саляму, не любил засиживаться после веща, если это не было в этом пользы. То есть, если он не собирал военный совет, или же не советовался со своими сахабами, или не решал какие-то вопросы, или же не принимал гостей, делегаций, с ними беседовал. То есть, в чем была польза? Получал или давал знания? То есть, когда к нему приходили его разведчики, он получал от них знания, что происходит, выслушивал их, принимал их, или же говорил с делегациями, давал свои знания. В этом есть польза. Что-то ты должен полезнее делать. Или по твоей работе, которая тебе приносит пользу, дело, которое приносит пользу. Если ты заканчиваешь свою работу, изучаешь какие-то новые предметы, мусульманин должен во всем брать пользу. Дома ты строишь, хлеб ты печешь, людей лечишь, неважно. Должна быть польза. От тебя должна быть польза. Вот если ты в этом деле получаешь знания, аль-хамдулля, это тоже хорошо. Но не просто бездумное сидение, когда ты пропускаешь тахаджуд и фаджр. И Аллах Сфанаталли в другом аяте говорит, Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Суральму даджаля 11 аят. То есть Аллах Сфанаталли говорит, мы возвышаем тех, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Надо верить, должен быть иман, и получать знание. Вот это самое лучшее дело. И Аллах ведает о том, о что вы совершаете. Поэтому приближайтесь к Аллаху с помощью знания. Узнавайте о своей религии. Говорите, разносите. Этим будете вы приближаться к Аллаху Сфанаталли. И посланник Аллаха Сфанаталли разъяснил о том, что обитатели рая будут превосходить друг друга в зависимости от тех мест, которые они займут. Исахих Аль-Бухари и Муслим приводится в хадисе Абу Саид Аль-Худри ради Аллаху Анху о том, что пророк Саллаху Алейхи Вассалям сказал, поистине жители рая увидят обитателей, тут слово такое горница, ну или обитатели домов, горница, раньше он знает, да, это древнее слово русское. Почему такой перевод сделали Аллаху Алям? Это когда купеческие дома были, у них была горница такая, большая, светлая комната. Тут такое приходит слово, то есть большие светлые дома, имеется в виду. И жители рая увидят обитатели из больших светлых домов над ними, то есть внизу, которые находятся в Джаннате, будут видеть тех людей, которые находятся над ними, выше их степени, выше их Дараджатам. Будут видеть их такими же далекими, как вы видите яркую, восходящую или закатывающуюся звезду на востоке или на западе небосклона из-за превосходства одних из них над другими. И люди сказали, о посланник Аллаха, очевидно, наверное, это вот эти звезды, это жилища пророков и посланников, которых не достичь никому. Как мы можем туда попасть? Как мы можем стать этими звездами? И на что посланник Аллаха с Аллаху алейхи вассалям ответил? Нет, говорит, клянусь Аллахом, клянусь тем, чьи длани душа моя. Это люди, уверующие в Аллаха и поверующие посланцам. И Мусланди Ахмада с Суннад Тирмизи Ибн Баджи, Маташ Сахи и Ибн Хиббан приводит рассказ, также другой реваят Абусайд Аль-Худри о том, что пророк с Аллаху алейхи вассалям сказал, «Поистине обитатели высоких степеней видят за тем, кто находится ниже них, ниже Джаммад, это Магим Джаммад, как вам видится звезда, восходящая на горизонте. И среди них будут Абубакар и Омар, и они будут блаженствовать». Имам Аль-Куртуби, делая шаг этим хадисам, сказал, «Следует знать, что высокое положение и вид этих светлых домов различаются так же, как различаются дела людей, которые поселятся в них. Одни из них будут находиться над другими и будут выше них». И о словах «Люди, уверующие в Аллах и поверующие посланцам, не говорится ни про делание и про что-либо другое, кроме веры и признания правдивости посланников». Это значит, что здесь речь идет о совершенной вере и признании правдивости посланников без колебаний и требований знамений». То есть, пример тому тоже Абубакар. Почему во втором хадисе пророк Саллаху Алейхи вассалям сказал про Абубакар? Потому что, когда ему пришли и сказали, «Твой друг с ума сошел» про пророку Мухаммаду Саллаху Алейхи вассалям, «Твой друг с ума сошел». Он говорит, что он сегодня ночью был в Иерусалиме, мечита Алякса, читал намаз, а потом еще на небо у Аллаха был, а потом еще за одну ночь вернулся. «Вот, говорит, мы теперь поняли, что он сумасшедший». Вот так мушарики смеялись, когда пророк Саллаху Алейхи вассалям им рассказал Аль-Мирач. А что Абубакар сказал? «В раз так он говорит, это так и есть». То есть, ни секунды он не сомневался «Мы сейчас у него попросим, вот вы увидите, у него в кармане он вытащит, покажет, и вы тогда все замолчите». Нет, он так не сказал, он не потребовал знамений. И он сказал, «Раз так есть, значит есть». «Раз сказал посланник Аллаха Саллаху Алейхи вассалям, значит это так и есть». И пророк про это и говорит, которые не потребуют знамений, уверуют знамения пророков. И имам Аль-Куртуби дальше говорит, «Разве можно достичь этих светлых домов только благодаря вере и признанию, которые есть у большинства людей?» То есть у каждого нас есть вера. И мы признаем миссию пророка Мухаммада Саллаху Алейхи вассалям, но разве этого одного достаточно? Если бы такое было возможно, то все признающие единобожие попали бы в самые высокие границы, самые высокие дома, взойдя на высочайшие ступени. Но такое невозможно, ведь Всевышний Аллах сказал, «Они получат наивысшее место в воздаянии за то, что были терпеливы». Сураль-Фуркан, 75 аят. И дальше имам Аль-Куртуби говорит, «Терпение – это усердие и стойкость, покорное смирение перед Аллахом в душе». Это качество приближенных рабов. И в другом аяте сказано, «Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к нам, если только вы не уверовали и не поступаете правильно». Для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили. И они будут пребывать в этих светлых домах, находясь в безопасности. Сураль-Фуркан, 37 аят. Имам Аль-Куртуби дальше этот аят привел, и дальше он объясняет. И здесь подчеркивается, что попасть в эти светлые дома нельзя благодаря богатству или детям, но только благодаря вере и праведным делам. Опять, везде мы встречаем праведные дела. Награда таких людей будет приумножена, и их поселят в этих светлых домах, в этих горницах. И имам Куртуби дальше говорит, обращаясь к каждому мусульманину, «И тебя обучают тому, что вера – это умиротворение, покой, которого жаждет душа. Она приносит покой, какое бы несчастье не постигло человека, как ее веления, ее законы. Но праведные поступки не должны быть смешаны с дурными», говорит имам. «Не должны быть смешаны с дурными». А у нас сейчас, если мы сделаем одно хорошее дело, то мы, к сожалению, на сегодняшний день, надо признать, там, два или три делаем плохих дел. Надо делать большее. Не все, конечно, не всем относятся, но большинство таковы, что сделают одно хорошее, если сделают, а потом два, три, или там вообще за гулы уйдут. Надо делать наоборот, как говорит имам. Но праведные поступки не должны быть смешаны с дурными, так как они портят их. Поступки бывают праведными и не имеют примеси дурных дел только тогда, когда вера совершенна. А человек убежден в том, в кого он уверовал, в Аллахе Сфантале, и во всех его велениях и законах. Вера и дела того, кто чередует праведные поступки с грехами, с плохими делами, не бывают такими, и поэтому его положение будет ниже. Потому что у него вера не была совершенна. Если у него вера была совершенна, он стремился бы делать только хорошие дела. Конечно, как я уже говорил, мы ошибаемся. Это свойственно-то бывает. Но тем не менее, человек бы стремился. А сейчас мы позволяем себе многое из того, что запрещено Аллахе Сфантале, что порицает. И что самое удивительное, если такому человеку говоришь, что на сегодняшний день обижаются многие, и начинает миллион оправданий в себе искать, что он не может, у него времени нет, у него то-то-то-то, даже иногда уже не хочешь. Глак, ладно, брат, Глак, Джазак Аллахарин, сам решайся. Это твоя жизнь. Потому что бесполезно. Каждому подойдешь, он тебе найдет миллион-миллион оправданий. Очень редко встретишь с сильным духом человека и того скажешь, да, действительно, у меня вот тут есть проблема. Джазак Аллахарин, что указал, я думаю над этим. Все, твое уважение еще больше поднимется, твои дела еще больше будут улучшаться. А на сегодняшний день каждый пытается себе найти оправдание. А оправдание найти, это несложно. Наша душа, наш наш, и шайтан нам в этом очень хорошо помогут. Они нам помогут, еще наперед оправдание дадут, чтобы мы и другие дела тоже оставляли и находили в себе оправдание. А вот найти себе порицание, почему же я этого не делаю, ковыряться в своей душе могут только действительно сильные духом люди, которые приближаются к Аллаху, которые принимают то, что им говорят, которые выслушивают, и говорят, да, да, надо вот это исправить, надо вот так сделать, надо вот так сделать, надо вот поработать над этим делом. Давайте посмотрим люди, которые займут самые высокие, самые низкие места в раю. И с Ахих Муслимом приводится рассказ Аль-Мухир и Рабина Шубы о том, что посланник Аллаха с Аллаху алейхи вассалям сказал. Однажды Муса спросил своего Господа, кто займет самое низкое место в раю? И Аллах спонталья ответил, это будет мужчина, который придет туда, в Джанат придет, после того, как обитатели рая уже войдут в него. И ему будет сказано «Войди в рай». И он спросит «О Аллах, а как? Как я войду в рай?» Ведь люди уже заняли в нем свои места и взяли то, что им причиталось. И ему скажут «Ты будешь доволен, если получишь царство одного из земных царей?» И он скажет «Я буду доволен, я Раби». И ему скажут «Ты получишь его и еще столько же, и еще столько же, и еще столько же, и еще столько же». Это другой вариант хадиса, который мы вчера приводили. И в пятый раз он скажет «Я доволен, О Аллах, я доволен». И ему скажут Ты получишь его и в 10 раз больше придачу, а также все, что пожелает твоя душа, и чем насладится твой взор. И он скажет, я доволен, о Господи, о Аллах, я доволен. То есть этому человеку сколько ладас, да, сколько он, еще, 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 это будет самый человек, который займет низшее место. И в другом хадисе, который тебя приводили, у него будет дом, и у него будет гурий, у него будет все, что он пожелает, и он будет думать, что он занимает самое высокое положение, хотя он будет занимать самое низкое положение. И Муса дальше спрашивает у Аллаха, о Аллах, о Господь мой, а кто займет самое высокое место? И Аллах Матали сказал, это будут те, кому я соизволю, то есть кого я приму, кем я буду доволен. Их блага я взрастил своей рукой. То есть их блага, Аллах не называет даже какие блага, просто он говорит о том, что их блага этих людей я взрастил своей рукой, и запечатал. Их не видели глаза, не слышали уши, и о них даже не помышляла человеческая душа. То есть для тех, кто займет самой высокой степени Фердаус, Аллах Матали сам создал блага. Те, которые самый низший человек, он заработает, Аллах ему говорит, земное царство я тебе дам. То есть мы это земное царство как бы видели, знаем, и он скажет, еще, еще, еще. А вот то, что в высочайшей степени, про это никто не знает, он взрастил своей рукой и запечатал до того момента, как не придут хозяева этого добра. И Аллах говорит, о чем даже не помышляла человеческая душа. И потом пророк Саллаху Алейхи Вассалям сказал, это подтверждает в Писании могучего великого Аллаха. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них. Сура Сажда, 17 аят. Ни один человек не знает. И мы, как уже говорили, приводили вот столько хадисов, высказанных ученых, что не обязательно пророки будут самое высокое место занимать. Это будут люди, приближенные к Аллаху, которые веровали. И мы кратко разобрали, что значит шахада. Когда ты выполняешь дела, которые от тебя требуются, и которые будут занимать это в высшей степени. А другие на них будут смотреть подобно звездам. Особенно вот на рассвете или же вечером, только на вечернем заре видно, вот звезд, Венера, да, она ярко светит. Вот так же эти будут люди сверкать, их жилища сама будут сверкать. А люди, которые на низшем степени рая, они будут на них смотреть, как на звезды. Поэтому каждый из нас должен стремиться заработать награду. Это возможно, потому что все эти хадисы для нас тоже. И Пророк Салам не говорил, так, вот эти хадисы только для десятерых, которые я обрадовал раем. Или для моих сахабов. Нет, этот хадис он стал для всех нас. Значит, каждый из нас может попасть в это число. Аят в Куране тоже так же, все раз сажда. Там не говорится, что вот эти, все, остальным нет. Этот аят будет действительно до дня воскресения. Пока вообще есть Куран. Потому что этот аят для каждого из нас направлен. А тех, которые заняли отдельную позицию, мы уже сказали, Аллах сказал, не сравняться те, которые расходовали свое имущество и сражались на пути Аллаха своими душами до дня Фатх, до дня победы в Мекке. И эти сахабы, которые были раньше с Пророком Салам, они на отдельной ступени стоят. А другие на другой. Все, там четко и понятно. А здесь это для каждого из нас аяты и хадисы приходят. Значит, каждый из нас может туда попасть. И это справедливо. Надо стараться, надо стараться. От нас самих зависит. Если не попал, кто виноват? Сам виноват. Вот тебе аяты, вот тебе хадисы, вот тебе наставления ученых. Все здесь собралось. Если ты не можешь, не можешь такого слова нет, если не хочу. Твои проблемы. Сам отвечаешь, сам зарабатываешь себе. Но каждый из нас должен хотеть. Вот это и удивительно, что многие не хотят. Многие не хотят. Сейчас люди, чаю позовешь, пить, вот и удивляюсь, сколько замечаю уже. Иногда даже неохота сидеть. Чаю пить, потому что себя начинаешь плохо чувствовать. Как будто ты тоже такой же. А может быть, дитвин такой же. Аллаху алим. Как чаю пить, там какое-то угощение, что-то, собираешь людей, сразу приходят. А как что-то поработать, даже не у тебя, там, своему брату помочь, я уже молчу. Я просто мечеть прикидешь, что-то сделаю. Единицы приходят на пальцы посчитать. Можно, которые каждый раз приходят. Каждый раз приходят. Видно, кто действительно старается. Кто действительно старается на пути Аллаха. А остальных нету. Конечно, мы должны оправдывать каждый своих братьев. И отдельно про никого не можем сказать. Это такое, это такое. Мы говорим в общем. Но, тем не менее, каждый же должен стараться. И почему-то это так. Наверное, все это замечали. Какая-то где-то пойти в баню, пойти, например, каждую неделю. О, с удовольствием. Даже сюда на молитву не приходят. Сколько раз говорил. Зима, я удивлялся. Разве можно представить, что здесь в бане, недалеко, пророк Саллаху алейки вассалям, его сахар, пошли в баню, оставили ночную молитву, там читают намаз. Для меня вот это удивительно. Я не могу понимать такие вещи. Как можно оставить, пойти, и говорить, мы в бане были. И что? Это оправдание то, что ты приехал сюда, рядом с мечетей, и мечеть не зашел. Откуда ты такое взял? Это сунна, пророк Саллаху алейки вассалям, идти в баню, оставлять общую молитву в мечети. Это сунна, кого из имамов, кого из халифов. Откуда вы такое взяли? А вот сегодня у нас многие братья позволяют. В баню с удовольствием тащат вещи, то, 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 идут, еще обустраивают. Ходить в баню надо. Но баня не важнее мечети и намаза. Как можно вообще сравнить такие вещи? Мы, говорит, там читаем. Баня – это мечеть. Разве можно представить, что сахабы шли куда-то, а не в мечеть? Для меня вот в Аллахе это удивительно. Я никого не осуждаю, просто я говорю то, что есть. Люди для развлечения, для своего тела, они легко поддаются, легко на это идут. Ну, это же там же удовольствие, там же хорошо. А в мечеть прийти почему-то, может быть, действительно не догадываются. Хотя тут намного больше награды ты заработаешь. Вначале этих хадисов много, когда джамат, намаз и так далее, не будем отклоняться от темы, просто вот такое разделение идет сейчас у людей. Где-то у кого-то свадьба, где-то поехать куда-то отдохнуть, там шашлык, приходит много людей. Аль-Хамду-Илля хоть приходит. Но если же на следующий день, через два дня объявить, что там такое, что брату надо помочь, идти поработать, все, эти же людей ветром вздуло. Но для этого по сиделке у тебя есть время. Пожевать, посмеяться, ха-ха-ха, по плечам на друга похлопать, у тебя есть время. А то, что поработаешь, что-то сделает полезно, времени нет. Но как это можно объяснить? Поэтому каждый должен сам себе это объяснить. Аллаху Алим. Я просто делаю насыхат, прежде всего, самому себе. А потом каждый должен на себя эти слова примерить и, иншаллах, исправляться. И это то, что мы сегодня взяли о рае, то, что успеем. На следующей неделе мы подробнее остановимся на описании рае, что есть в раю, какие деревья, какие животные, какие реки текут, какая земля и так далее, и тому подобное. Будем, иншаллах, разбирать рай, пока не закончен, по милости Аллаха. Я прошу Аллаху Алим, чтобы он нас укрепил на его пути, сделал нас из истинных мусульман, которым доволен Аллах, которые довольны им, которые стремятся к его лику, чтобы он нас собрал под знаменем пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, день расчета и вел нас в сады Фердаус вместе с любимым пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям. Люди, допустим, на более низких уровнях, они будут чувствовать себя ущербными? Да нет, про ущербность пророка, ни в одном хадисе аяте не сказано просто. Если Аллах говорит, что даже, вот просто я от этих слов неинтересно, что же Аллаху Алим взрастил своей рукой, что же он приготовил для тех, которые будут на самых высших уровнях. То, что он говорит там, царство земных царей и так далее, ну, приблизительно, приблизительно, опять-таки, джанет это не, джанет это можно представить себе. Но а как, что тогда там? Почему бы не стремиться? И Павел Алим нам ясно приказал же, что мы должны стремиться к Фердаусу, но про ущербность тут никто не говорит, что там никто не будет обижен, а Аллаху Субхан Аталий на другом аяте говорит, что ни одна душа не будет обижена, которая в джанет войдет. Все, это бессмертие, это наслаждение и так далее. Просто наслаждение тоже имеет степени, понимаешь? Это разные вещи. Ну, таких людей вообще и даже в джанете будут называть джанами, люди из Ады, которые выходили из Ады. Есть такое мнение. Аллаху Алим. Просто это надо стремиться, надо следовать суньи, он нам приказал стремиться к Высшему. Потому что человек, когда стремится к Высшему, он не останавливается. А так может получиться так, что ты стремишься к Нижнему, да, и говоришь, достаточно мне. Вот я зайду, вот калитку сяду там и буду джанать. Вот это я дело сделал, нищего, это хватит. Нет, а когда человек стремится к Высшему, он делает, 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 больше, 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 больше. Я вас смотрю, доведет его. Для нас же это сказано. Про ущербность нет, нищего, не будет. Я почему спросил, поскольку у Александра это пожеление? Нет, я говорю, возможно, возможно, от того, что можно было еще больше сделать. Это не будет причинения никакого вреда людям, потому что навсо очистится, такого зависти уже не будет. Это если бы зависть была бы, да, зависти не будет, нищего. Нет, ничего такого нет. Но постараться же можно, даже нужно, нужно постараться, чтобы вот именно на тебя смотрели, как на звезду яркую, сверкающую. О чем сказал посланник Аллаха, с Аллаху алейкум ва салям. Это, во-первых, очень интересно, должна душа стремиться. Когда вот яркий свет, ты представляешь, заводят себе колыщущие травы, это вода, которая льется. Мы будем разбирать там реки, из чего моря там есть, из разного наполнительного моря есть. Из вина есть, из меда есть, из молока есть, из воды есть моря, и реки текут. Ну это же вообще, ты представляешь, какая-то благодать. Не холодно, не жарко, ты не болеешь, ты вечно молодой, ты здоровый. Кто таким не хочет быть? Ну надо туда стремиться. Все пока в наших руках, мы же еще живые, альхамдулли. Поэтому льамай говорят, что берите пример с мертвых, а не с живых. Потому что живой он может измениться. Каждый из нас, альхамдулли, упасет нас Аллах, от этого может испортиться. Локоть останется, и ты можешь испортиться, создать жанна. Ты будешь творить дела обитателя огня. А мертвый человек, который ушел, он уже все, он закончил свою жизнь. Если он закончил на том, чем был доволен Аллах, вот с него и надо пример бать. Он уже не изменится, все. Его жизнь в точках поставлена. Да, Аллах хвали ему, что у него было в сердце, мы туда не лезем. Мы судим внешне. И с него надо брать пример. Поэтому льама все говорят, что берите с мертвых, а не живых. Сегодня ты живой, берешь, берем пример, а он завтра испортился. У татар даже такая пословица есть. То есть, то, что говорит мула, имам, делай, а то, что он делает, не делай. Народ же не зря такие вещи говорит. Потому что многие имамы, к сожалению, дискредитировали само понятие имамства, ислам, потому что им карман им надо, то надо, они хоть поможи, столько, чтобы деньги собирают, это без денег, смесь шаг не двигают. В исламе же нет такого. И поэтому люди говорят, то, что он говорит, а он говорит в основном хадисы, аяты, делай, а вот то, что он делает, не делает, это же позор. Так же не должно быть. Ты должен, наоборот, своим словам дела предавать, долиль давать. Деньги вообще не надо ни у кого просить. Про деньги речь оставь. Потому что уже мы залезли вот по не могу уже в этот стыд. Только деньги, деньги, деньги. Думают, что мечети хворуют. И это правильно думают. Большинство мечетов так и делают. А снук грязня вот это идет, за ящики там делят их, начинает дележку. Субханаларази. Может такие вещи творится вообще? Но есть такое дело. То надо, то надо, то надо. Каждый день что-то выходит. Все будут спускаться. В другом хадисе есть, что те, которые выше, они могут спускаться. Ниже, которые не могут подниматься. Аллах будет решать. Нет, Он не и так говорит, кого любил, с тем будет в районе. Он говорит, вы будете с теми, кого вы любили. Если вы любили неверных, вы будете с теми, Джаханнам. Если вы любили верующих и были с ними, то вы будете вместе в джанать в общем смысле. Не знаешь, что именно на этом уровне. А просто в общем смысле в джанать с ними войдешь. А там уже Аллах распределит по твоим деяниям, потому что другие аяты конкретизируют. Аллаху алим. Это уже Аллах будет решать. Может быть, ты не достоин жены, а жена не достоин тебя. Такое может быть, да? Ты намного выше. Возможно, Аллах смотрит в другие хадисы, говорится, что Он даст заступничество. Тебе заступит свою жену, взять ее с собой. А она, если выше, она заступит от тебя. Но тем не менее, никто не будет обижен. Никто в Аллахе в этот день не будет обижен. Каждый найдет. Я думал про это. Аллаху алим. Кто как попадет. Если жена одна, бывает вообще, что жена там джанат, а муж джаханам. Такое может быть? Может. Сколько сейчас сестер, которые, маша Аллах, мужья их от Ирвии выброси называются. Да? Ну, такое тоже может быть. Ну, они тоже не будут обделены. А бывает так, что муж, наоборот, тянет, тянет, жена ни в какую. Он джанат, а там с ней Аллаху алим что будет. И никто не будет обижен. Это справедливо. Потому что каждый стремился к тому, чему стремился. А возможно, жена ночью напролет простаивает, намазает, а муж еле-еле встает на фаджере, то там ругаясь, туда-сюда. Ну, иншаллах, и он дает джанат, и она. Но он может быть на первом, она там в каком-то высшей ступени. И она уже не будет его женой. Возможно, такое. Потому что в другом, мне кажется, вот это хадис от Абу-Дарда, когда сказано, что жена будет с последним мужем. В другом шах делают ученые. Я видел такое мнение, что будет с тем мужем, который более достоин. Если, например, у нее два или три мужа было, да? Первый был маша Аллах, там такой, да? Мусульман, ну, умер. А на пути Аллах шахидом стал, например, да? Она потому что замуж, а этот дерево, что она должна с ним быть? Нет, она будет с тем, потому что у нее высшая степень. Он более достоин ее, потому что она сабр взяла, она на пути Аллаха старалась. А так, если они вдвоем одинаковые, здесь имеется в виду, то, конечно, с последним будет она мужем. Она им подчинялась, иншаллах. Ворот это степень, да? Нет, ворот это восемь ворот раз. Нет, степень будет сто степеней для тех. Например, он, Хафиз себе сделал хороший запас. Для каждого, кто читает один аят Курана, у него на одну ступеньку уже выше, выше, выше будет. Поэтому, чтобы стать выше всех, ты должен весь Куран наизусть знать. И тогда ты поднимешься на столько, сколько аят в Куране. Ну, если считать с аятом бисмилляхи рахмана рахим, там 666 аятов. 666 ты поднимешь ступенек, представляешь? А тот, кто не знает, он будет столько читать, сколько знал в этой жизни. И тоже будет поднимать. Ну, там дюз один, например, знаешь, да? Ну, значит, сколько в этом дюзе аятов, ты на столько поднимешься в ступенек. Ну, конечно, того, кто знает Куран полностью, ты уже не сможешь догнать. Понятно, я жгу степени разные, я просто пример привел. У Шахид, например, 100 степеней, да? Если даже он Куран Хафиз, а это Шахид, Шахид, конечно, выше будет. Тут разные вещи, мы про это будем говорить вначале, мы же только начали. Степеня для каждого дела, для каждого человека разные будут. Я просто пример привел, чтобы было понятно. Мы же более-менее все что-то из Курана знаем, да? Что-то больше, чтобы было более понятно. А так степеня разные есть. Нет, ну, православ сказал, если, например, есть возможность у него учиться, да, и он постоянно учится поправлять и выправлять, это одно. А если он уперся, да, и не хочет вообще, не слушать чтецов, то это... Ну, это понятно, а православие, я не знаю. Ничего страшного. Православ сказал, что тот, кто араб и читает Куран, ему одна награда. А тот, кто запинаясь читал, хадисы это приводят почти все сборники, ему две награды будут записаны. Поэтому тут ничего страшного нету. Если он читает, он старается исправить себя, постоянно исправляет, ну, бывает так, что, ну, язык не слушается, ну, не араб он, да, и так далее, и тому подобное, и там... Почему? Он так же будет читать. Православие не говорят, что от него не примут. Раз в этом мире уже его дело принимают, ему две награды пишутся, почему там не будет? Уже его степень рая будет тоже так же, и тема будет читать сначала. Но там уже все эти ошибки уйдут. Зачем? Никто про это не говорит. Это ты уже в основе берешь неправильный путь. Ты должен брать правильно, ты должен стараться. Это мы говорим о том человеку, которому действительно тяжело, а не тот, кто... А, да он сфилонью здесь. Не, брат.